Новосибирск, пожалуй, единственный город в России, где владельцем земли под десятками тысяч захоронений является физическое лицо. Этого человека зовут Анатолий Болховитов. Несколько лет назад он уже кинул городским властям страйк в 314 миллионов рублей. Но как он смог стать владельцем одной трети Клещихинского кладбища? Расскажем об этом далее в Прецеденте. На кладбище Клещихинска есть семь захоронений воинам, погибшим при исполнении. Они взяты под охрану государства, установлены мемориальные таблички. Четыре из этих захоронений, семи, находятся именно на этом проблемном участке 428. Родные и близкие Александра Гараничева, в 20 лет погибшего за родину, вряд ли знают о том, что место последнего упокоения героя сейчас оказалось в частных руках. Впрочем, как и еще десятки тысяч могил Клещихинского кладбища. Новоявленного латифундиста зовут Анатолий Болховитов. Если посмотреть с ним гугл-карт, на земле Болховитова без труда можно увидеть погребальные кварталы. На данной карте участок выделен розовыми границами. На нем около 70 кварталов, дороги асфальтированные, грунтовые, туалеты, резервуары с водой. На карте это все отмечено. В феврале 2015 года Болховитов обратился в мэрию Новосибирска с требованием освободить свою землю от захоронений, рекультивировать ее или, в противном случае, заплатить убытки в размере рыночной стоимости участка. 314 миллионов рублей. Сказать, что это кощунственное предложение, не сказать ничего. Даже в силу закона невозможно будет произвести изгумацию, перезахоронение. Тем более, вы представляете, что такое перезахоронение, больше 100 тысяч захоронений. Все, что внутри оградки, предоставлялся участок в свое время, близкие, является ответственным по захоронению. На этих участках также установлены малоархитектурные формы в виде памятников, стел. Во-вторых, мы должны получить согласие, ответственное по захоронению, на изгумацию, перезахоронение. Чтобы понять, откуда материализовался кладбищенский шантажист, надо адресоваться к резонансному уголовному делу Дмитрия Ламерта. 28 июня 2018 года бывший заместитель руководителя областного управления Росреестра был приговорен к четырем годам лишения свободы. В ходе следствия было установлено, что в результате преступных действий из государственной неразграниченной собственности выбыло 9 семейных участков общей площадью 1713 гектаров в Новосибирском районе. Обвинительный приговор Ламертом был обжалован и по решению Верховного суда возвращен в апелляционную инстанцию Новосибирского областного суда. 3 августа было принято решение о направлении материалов дела в суд АБИ. Как следует из представленных материалов, судьбой на лампе, поступили в заключение по такому суду или на заседании. Однако суд приняв в апелляционную жалобу, направил суд в апелляционную инстанцию нарушение приглашения 206, пока не осмотрел заключение по такому суду или на заседании. Но эти формальные нарушения вряд ли изменят для экс-чиновника обвинительный месседж приговора. А вот сами последствия земельной аферы оказались куда как более плачевными. Чтобы истребовать землю из незаконного использования юридических лиц, областному департаменту пришлось обратиться в арбитражный суд. Иски ДИЗО были удовлетворены. А вот аналогичная попытка адресовать иски 36 физическим лицам в суде Новосибирского района потерпела фиаско. Среди 36 фамилий есть и тот самый Анатолий Болховитов. Решение суда первой инстанции позже устояло в апелляции, а 6 августа и в касации. У нас три месяца для обращения в Верховный суд. Мы эту использовать возможность обязательно будем. Это даже не обсуждается. Не приходится сомневаться в том, что областной департамент имущества и земельных отношений предпримет все усилия для того, чтобы восстановить статус-кво. Это пытается сделать и прокуратура. Не так давно иск к Анатолию Болховитову был направлен в Новосибирский районный суд. Первое заседание по этому делу назначено на 16 сентября. Надеемся на правосудие, в конце концов. Этот вопрос взял на контроль губернатор. Многочисленное ображение и непосредственно родственников УСОПЖ, которые здесь находятся, группа была инициативная. И мэрия города Новосибирска провела объемную работу, то есть обозначены реальные проблемы. Но потревожит ли кто-то в итоге покой по ГОСТу в Клищихинском кладбище? Окончательного ответа на этот вопрос пока нет. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента.